Всем привет! Дядь Юра делает краткий анализ матча Дания-Финляндия, который закончился со счетом 0-1. Это первая громкая сенсация на этом Евро-2020. Смотрим статистику, которая нам говорит о том, что игра шла по сути в одну калитку, которая, увы, оказалась закрытой для датчан. А вот финны свой единственный шанс использовали на все 100%. Справедливости ради надо отметить важные обстоятельства этого матча. Первое. Это, конечно же, неприятный инцидент с Кристианом Эриксеном, который случился на 42-й минуте матча. Слава богу, что вроде бы все обошлось, но для Эриксена чемпионат, похоже, закончен, что будет существенной потерей для Дании. Второй момент. Финны не давали датчанам создавать реальные голевые моменты. В основном хозяева вели обстрел ворот соперника с дальней и средней дистанции. Третий момент. Финны, по сути, сделали одну единственную вылазку к воротам Шмейхеля, которая оказалась голевой. Надо признать, что вратарь не выручил свою команду. Мяч не был таким уж неберущимся. Каспер мог его отбить в поле, а не в свои ворота. Четвертый момент. Датчане в концовке матча получили прекрасный шанс избежать поражения в виде совершенно левого пенальти. Но тут фортуна вступила с зафинов и не позволила хозяевам сравнять счет. Хотя Дания, конечно же, не заслужила здесь поражения. Но так сошли звезды в этот вечер на Паркине. Смотрим, какие варианты ставок были у дядь Юры. С результативностью матча здесь дядь Юра полностью угадал, с победителем полностью не угадал. Но предположить, что сборная Финляндии сможет здесь зацепить очки было сложно, глядя на текущую форму датчан. Теперь сборной Дании надо каким-то чудом не проиграть бельгийцам, чтобы иметь реальные шансы на выход в плей-офф. Хотя там может получиться все очень интересно. Если Россия выиграет у финнов, а в последнем туре Дания обыграет Россию. При таком раскладе команде Черчесова может сильно аукнуться крупное поражение от Бельгии, которого она, в общем-то, не заслуживала. Как не заслуживала Дания поражение от Финляндии. Но это футбол, который мы и любим за такие нелогичные исходы. На этом все. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.